Блюда со вкусом истории. Первоуральские рестораторы создали уникальное уральское меню и разработали особый дизайн посуды. Все это в рамках молодежного проекта «Кофе, булки, шмотки и музей». Блюда с местным колоритом попробовала и наша съемочная группа. Чтобы можжевельник дал свой вкус кофе, его нужно немножко подтолочь в тепленькой водичке. Можжевеловый Раф – авторский рецепт Бористо Елизаветы Каминской. По мнению девушки, нежный сливочный кофе хорошо сочетается с хвойной пряностью и сладостью меда. Кроме ярких вкусов, напиток передает и атмосферу родного края. Урал окружен лесами, хвойными лесами. И растения, какие у нас растут, это мох, можжевельник, разные, ну такие что-то хвойные. И хотелось отобразить это в Рафе. Уникальный напиток в одной из кофеен Первоуральска появился в рамках проекта «Кофе, булки, шмотки и музей». Его цель, как говорят сами авторы, небанально и незанудно рассказать историю Первоуральска и пробудить в жителях, особенно в молодежи, любовь к родному городу. Один из способов создать особое меню на основе традиционных уральских рецептов и с использованием простых и знакомых ингредиентов. Бускетта с маринованной свеклой, муссом из брынзы и бататом и репой фри. Свекла взята как традиционное уральское блюдо, а остальное уже переделано под наши новые реалии. Также в меню венские вафли с репой и томленной индейкой под перечным соусом и классический сверловский кекс. Создавая эти блюда, шеф-повар изучал кулинарную книгу 19 века. Тяжело читаемо, но очень интересно. Там рассказывалось, как питались у нас цари, как обычные люди питались, что им готовили. С этого началась история вся, и мы начали думать, что мы можем использовать. Через этот проект у нас есть отличная возможность донести до горожан нашу первоуральскую идентичность и дать возможность прикоснуться даже к истории, потому что как раз в нашем меню будут QR-коды со ссылками на истории горожан почти вековой давности. Первые посетители уже оценили гастрономические изыски по-первоуральски. Это морс, облепиха и, наверное, вафли с индейкой и с репой с ботатом. Сочетание, наверное, индейки с репой, это действительно необычно, но это не портит вкус, это действительно очень вкусно. Необычная еда не единственная, чем планируют привлекать горожан к изучению родного края. Уральские краеведы и историки будут проводить открытые встречи с жителями, мастер-классы и экскурсии в музей горнозаводской цивилизации. А дизайнеры уже изготавливают эксклюзивную коллекцию одежды. Идеи для создания визуального стиля проекта авторы черпили в том числе из творчества юных первоуральцев. С одного из детских рисунков, на котором была изображена площадь в нашем парке, парке новой культуры, взяли как раз вот эту вот елочку. Хочется верить в то, что через узнавание истории и изучение ее придет любовь. Собственно, когда есть любовь к городу, тогда есть к нему ответственные отношения, желание жить здесь. Сейчас в проект вносят последние штрихи. Для широкой аудитории продукцию и концепцию кофе, булки, шмотки и музей представят на тематической вечеринке 22 апреля. Виталий Мотин, Денис Хромцов, Новости, Первоуральск.